Исполняющий обязанности председателя Ленинского отделения боевого братства Владимир Песоченко, который последние полгода в прямом смысле живет между Видным и Донбассом, практически еженедельно сопровождая гуманитарные грузы в зону СВО, возвращаясь домой, старается как можно больше времени уделить встречам с матерями, женами военнослужащих, а также приходят в школы. В какой-то раз закончился урок, кто-нибудь сказал, учитель, спасибо вам огромное. Ведь человек потратил время, человек потратил энергию. Казалось бы, о чем этот разговор? Да как раз о важном. Ведь воспитание таких человеческих качеств, как мужество, любовь к родине, сострадание, начинается с детства, семьи и школы. А сегодня, когда даже первоклассники отлично понимают значение этих слов, взрослые говорят с ними по-взрослому. В библиотеке школы собрали тех, кто постоянно откликается на призыв помочь защитникам Донбасса, пишет солдатам теплые письма. Молодое поколение, которое поддерживает наших ребят, для нас это очень мотивирует и закаляет. И мы понимаем, что мы нужны для молодого поколения. И мы бьемся и отставим интерес к нашей родине. Вместе с родителями и педагогами ребята собирали шерсть для вязания носков и варежек, продукты, деньги. Ученики младших классов рисовали открытки, подписывали их, вложив слова «все самое доброе». Понимая там далеко, сейчас это очень необходимо. И не ждали в ответ благодарностей. Спасибо ребятам от имени всех военнослужащих, сказал Владимир Песоченко, вручив благодарственные письма. Будь достойным учеником своей школы, и чтобы твои родители, твои учителя тобой гордились. Старшеклассник Далер Нам тоже получил такое письмо. Я, во-первых, трудился не ради награды, а для того, чтобы помочь искренне России. Потому что сейчас идет свое военное действие, и я искренне хочу, чтобы Россия победила. Депутат Гаджимурад Гаджимурадов, продолживший важный разговор, начатый Владимиром Песоченко, высказался открытый, на чистоту, объединив две эпохи, когда наша страна нуждалась в защите Великую Отечественную и современность. На самом деле война идет с НАТО. Война идет, что сейчас можно уже говорить открытыми словами, идет с Америка война, которая пытается не сама воюет, а натравливает Украину на нас, нас на Украину. Но для того, чтобы не получилось, как в 41-м году, когда пришли к нам домой, и уже и страдали и мирные жители, и женщины, и дети погибали, и концлагеря были. Поэтому сейчас, я считаю, тоже поддерживаю нашего президента, что он сделал шаг опережающий. Подобные уроки истории еще будут проводиться и в этой школе, и в других. Но дети есть дети. И когда им предложили примере часть военной экипировки, желающих оказалось немало. Тяжела мужа? Нет. Не тяжело совсем? Нет. А представь, вот солдат, он вот так целый день, сутки. Смогла бы сутки вот так? Нет. Тяжело все-таки, да? Примерила бронежилет и педагог школы Наталья Михайлова. Она тоже оказалась в числе награжденных и тоже, как другие, не ждала благодарностей. Самое главное, чтобы солдаты почувствовали наше тепло, частичку нашего тепла, который ребята тоже от всего сердца передавали. Когда писали письма, новогодние открытки передавали. Гуманитарную помощь кто мог, собирал. Ну и также родители детей. А сбор необходимых вещей для защитников Донбасса в школе будет продолжен. До самой победы. Галина Житкова, Татьяна Брылова, Кирилл Иванов, Екатерина Давлятова. Видное ТВ. Встали в один строй и побольше вам...